всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас воскресенье 17 градусов тепла 19 число вот 17 градусов тепла но что-то блин так пасмурно на улице просто просто вообще очень-очень пасмурно вот и пасмурно вот я встал где-то где-то в пол первого я встал солнца не было и вот так вот день и заканчивается а вчера было не пасмурно вчера было весело и что я хочу вам рассказать какой курьезный случай у меня случился вчера на работе хочу поделиться с вами кому-то может быть полезно чтобы не трепать себе нервы если вдруг не дай бог такое будет потому что ну конечно ну не то чтобы там нервы он не потрепал ну как говорится вопрос решился но осадочек остался было неприятно я потерял где-то час времени в общем как говорит склифосовский ближе к телу еду я такой себе еду работаю работаю в общем хорошее настроение хорошие пассажиры не доставляют никаких неприятностей мне оставалось там вчера по моему 16-15 поездок до закончания окончания моей акции но чтобы достигнуть какого-то лимита определенного и получать хорошие бонусы меньше платить за обслуживание уберу я вам уже рассказывал в прошлом логике вот акции не считаю потому что вернее акции говорю эти поездки не считаю потому что шли поездки одна на одну очень хорошо накладывались то есть никаких простоев не было поэтому я думаю что их считать знал хорошо точно что сделаю и в общем-то спокойно себе работал и все было красиво и вот значит получил я заказик на 29 миль и мне надо было ехать через даунтаун очень замечательный заказ пассажира я взял значит еду с ним еду по выделенной полосе по 110 фривею если кому-то это о чем-то говорить если не говорить то то неважно это просто большой фривей на котором есть выделенная экспресс-линия по ней ездят с транспортерами которые вот тут стоит или где-нибудь в другом месте на машине вот либо вы платите определенную сумму если один едете ей либо вы не платите если едете не один вот хорошая такая скорость 75 миль где-то 77 гонюсь гонюсь и тут значит не проверил наушники чтоб не забыл в блютузик приходит такой не звоночек а как это короче приложение uber посылает сигнал все приложения издают звуки правильно вы это знаете вот и получается когда я еду я смотрю не в приложение uber а пользуюсь картой от google вот и я слышу что приложение uber посылает какой-то значит звуковой сигнал а перед этим пришло письмо от uber она там мелькнула вот этим вот баннером на телефончике и пропало но я думаю ну боже мой ну пришло письмо от uber а там подумаешь может быть написали что добавилась какая-то акция там или еще что-то и у меня страховка на машину истекает через где-то 25 не около месяца и они вот за месяц начинают предупреждать у вас истекает страховка вам надо обновить документ но я как бы не спешу у меня время есть вот поэтому я так спокойно пришло письмо и пришло пропустил это уведомление а через некоторое время приходит вот это вот уведомление в ухо в bluetooth ну я такой думаю ладно приложение я могу открыть это же не почту читать при пассажире на скорости я такой открываю приложение как я вам сказал я еду по фриваю 75 миль в час поездка в середине так сказать пути находится половину проехал половина осталось у меня такая на красном фоне написано ваше приложение временно заблокировано ну понимаете но просто вот кроме смеха такого истеричного у меня это вот ничего не вызвало потому что за последнее время наверное уже меня как бы блокировали два или три раза по определенным причинам причины буду рассказывать вот я уже такой думаю ну блин опять в очередной раз думаю ну какой уже пассажир там чего написал блин елки-палки вот ну думаю блин так вы мне хоть поездку эту сохраните я все-таки выполняю ее вот ну все в общем так немножко под расстроился конечно оставалось ехать мне порядка 15 миль вот спокойно я доехал приехал блин а еще что я в это время подумал то есть они мне присылают уведомления что приложение заблокировано я такой думаю окей время идет лет так через пять-десять когда начинают все таки умные машины как тесла ездить которые полностью компьютеризированы и вообще блин управляются и грубо говоря из космоса ты по телефону его можешь с гаража достать в гараж поставить и прочие дела то есть кто интересовался хоть немножко тесла и он эти всякие приколы от нее такой думаю прекрасно блин ты такой едешь блин по фривей и тебя об убер и заблокировал и ты такая и останавливаешься посреди дороги вот но это смех смехом а кстати был такой случай года три назад может пять не знаю почему я не заинтересовался и внимательно не почитал в общем была такая фишка что какие-то хакеры-шматеры остановили очень много машин во время движения по моему крайслер и форд машинки они остановили что-то в общем у них там был какой-то замут вот такой может кто в теме так напишите в комментариях вот ну сам себе прикололся короче поездку закончил как я вам говорю открываю эти письма и значит написано в письме по поступившей информации мы видим что ваша машина попала в аварию поэтому мы волнуемся как у вас все хорошо сообщите нам об этом и заполните форму типа дорожного происшествия и там пошло типа по порядку машина номер модель водитель страховое сколько пассажиров было какая поездка откуда-куда выполнялась где машина ударе на четырех сторон где на каком перекрестке это случилось адрес места у какого бордюра короче вот такая вот форма все это типа надо заполнить и отправить и написано что типа наш специалист по аксидентам ну типа по авариям посмотрит и в течение двух-трех бизнес дней с вами свяжется а я блин такой в надежде еще до этого письма как прочитал когда поездку закончил закрываю и думаю ну блин хотя бы у меня было этих 40 поездок и тут блин на тебе ёшкин кот 39 поездок получается я акцию не закончил они меня блокируют заказ я взять не могу приложение просто не включается ну и дальше вся эта шляпа я такой блин думаю елки-палки а еще они присылают уведомления в само приложение свое заложу это приложение там такая же фигня я короче думаю блин ну попробую заполнить в пустую эту форму начинаю там какие-нибудь каракули писать прочерки ставить она не воспринимает его блин не хочет подтверждать и отправлять и тут приходит еще одно письмо так как вы убер про вы можете воспользоваться приоритетной поддержкой позвонить специалисту из поддержки и типа порешать вашу вопросу если у вас есть какие-то дополнительные вопросы блин ну что ну надо звонить что делать короче я набрал к телефон минутки три подождал наверное отвечает мне специалист значит и службы поддержки бла-бла-бла представьтесь ваше имя год рождения все такие дела ну чтоб меня идентифицировать и открыть мой файл я это все сказал она открыла да спасибо что вы нам позвонили все короче вежливо культурно какая проблема чем я вам могу помочь я говорю ну проблема такая что мое приложение заблокировано и в общем-то говорю вы не сообщаете мне что я попал в аварию а я в общем-то в аварию не попал чувствую себя слава богу хорошо и все у меня хорошо давайте быстро разблокируем потому что мне надо заканчивать акцию короче кому что болит и я-то понимаю что возможно она не в силах и возможно это не ее дела то есть потому что ну в америке такая система если что-то получается ты должен все равно через определенные пункты системы все эти параграфы все это пройти по ступенькам и только тогда ты дойдешь до конца вот ну на всякий случай это говорю она говорит я буду рада вам помочь сейчас я посмотрю смотрит да такое есть так а что у случилось я буду так ничего не случилось говорю все в порядке она говорит давайте вы сделаете фотографию вашей машины с четырех сторон и пришлите мне я посмотрю и постараюсь вам помочь я говорю хорошо я сейчас буду фотографировать выхожу фотографировать машину и тут чтоб голова не качалась у меня же стоит на панели еще от листа фонарик он горит я такой думаю ладно она на этом в это время висит на проводе на связи я значит туда-сюда прыгаю дверями хлопаю думаю наш не буду с лифтом фотографировать надо выключить его нажимаю на кнопочку хлопаю дверью выхожу не погас блин да что такое блин захожу в машину нажимаю опять не гаснет а снимать за подло его потому что он у меня хорошо установлен проводки протянуты то есть ну ну просто за подло снимать его с панели чтобы потом опять выставлять мысли летят беру тряпочку короче накрывать тряпочкой в общем фотку посылаю на панели лежит у меня тряпка ну думаю фиг с ним лежит и лежит вот сфотографировал машину четырех сторон послал ей значит ну не знаю минут пять каких-то еще десять может прошло почему-то фотки у нее там не проходили не открывались она пыталась там все что-то посмотреть в результате такая вот типа вот ваши фотографии я смотрю да вот спереди целое еще говорит и сзади целое и все вот это вот так вот и говорит вот все это проговорила я говорю ну так и что будем делать вот она горит хорошо я сейчас все оформлю типа и через некоторое время вы получите письмо и приложение ваше будет работать и мы очень понимаем как для вас это важно мы ценим вас как сотрудника в общем в америке все очень много и красиво говорится очень много красивых важных слов и с одной стороны ты понимаешь что это где-то вода с другой стороны это формализм с третьей стороны это приятно ну в общем что есть то есть мы все мы с ней распрощались чуть ли не поцеловались как говорится и и я с маришкой поболтал там немножко лифт включать не стал ну просто такой скажем перекур сделали и и в общем пришло письмо и меня включили вот такие вот дела вот такой вот случай прошел произошел интересные бывают еще некоторые такие вот моменты которые наводят на определенные мысли спрашивается откуда вам пришла информация можно же как-то проверить сверить машину что-то узнать да может быть таким образом они проверяют чтобы не гнать тебя на те на станцию техобслуживания то есть вот ну как я вам говорил раз полгода проходит такой своеобразный техосмотр вот может быть они собирают информацию о машинах в каком состоянии машины ездят не техническом а чисто как выглядят но узнаете очень многие ездят уберы и лифты где-то помята крыло где-то вмята дверь бампер шмампер там вот с такими делами может быть они таким образом собирают и проверяют машины в порядке ли если бы там где-то что-то было не так может быть они бы предложили что-то поправить заменить тем более есть опять же мы не знаю как для простых водителей надо для убера про они предложают предлагают даже вмятины ремонтировать за свой счет определенные не все конечно но вот определенный ремонт они могут делать не знаю чем это было связано ну вот такое было ну и вот собственно вот почему лучше всего имеется два приложения лучше и больше еще каких-нибудь дополнительных компаний того же amazon flex вот я все подумал и подумал его закачнуть но руки не доходят да и как бы слава богу на убери хватает работы вот вот так вот если вдруг что-то случается одно предложение приложение отключат то можно быстренько перекинуться на другое что в общем то если бы вчера меня не включили после этого разговора и надо было бы ждать вот эти два три бизнес дня там не дай бог ехать в офис доказывать что ты как говорится ты они не кто-то другой что там ошибка у вас сбой системы то я бы включил лифты спокойно работала обидно было бы только то что просто акцию не доделал бы вот но тем не менее слава богу все обошлось все хорошо закончилось так что вот так вот если кто-то здесь пользуйтесь информацией пускай она для вас будет полезно ну или задавайте какие-нибудь вопросы если вам что-то интересно по работе вот в этих уберлифт у меня освободилась заправочка я подъезжаю вы были на канале наша жизнь в америке не life is my life и до встречи пока бай-бай увидимся в интернете хорошего настроения и бодрости духом и хорошего здоровья и удачи на дороге пока удачи